всем привет небольшое видео про строительство и инвестиции которые сейчас есть значит смотрите в россии по большому счету кроме коробок параллелепипедов ничего строить не умеют и не будут то есть пока не будет нормальной архитектуры пока не будет нормальной планировки да потому что то что есть это все-таки вторсырье бюро ну бюджетного варианта мягко говоря вот за такие цены это ну скажем так ну выживите удачи вот это кстати палец специально для того чтобы в телефоне в перчатках ковыряться поэтому рассматривать россию исключительно как вариант для инвестирования на долгосрока тем более для жизни но не смешите меня россия убогая страна гадкая холодная с нынешним правительством и президентом это просто ну фашистский режим по-другому не назвать находить себе нормальную страну цивилизованную там банально турция вам пример анталия алания прекрасные города для жизни вот стамбул может кому-то понравится да мне не очень рекомендую обратить внимание на восток сейчас но это я говорю версия на которые имеют средний доход но относится принципе к среднему классу вот потому что ну скажем так купить доме где-нибудь в швейцарии вам вряд ли будет под силам да вот испания возможно кстати высокий уровень жизни высокая продолжительность жизни качество может быть не самое лучшее считается но солнце свежие фрукты тем самым компенсируется ну и постоянный витамин источник d ну из дорогих до вариантов мы рассматриваем здесь на сша и рассматриваем страны западной европы такие как британия нидерланды швеция норвегия что еще ну италию можно рассмотреть кстати тоже неплохой вариант притом северный район италии будет более экономически целесообразен если вы занимаетесь бизнесом либо чем-то скажем так ну работаете в офисе да и планируйте там же это все продвигать южная италия скорее более туристическая и консервативная там нужен немножко другой будет подход отличный вот вообще того чтобы себе представляли по поводу востока что имел ввиду да индонезия мои дорогие индонезия там очень много городов и есть возможность недорого купить себе жилье жить в идеальном климате вот иметь все доступно наша любит индию я бы ее поставил под вопросом потому что перенаселенная страна все-таки а вот таиланд кстати вариант неплохой там тоже монархия есть свои интересные особенности менталитета но в принципе вполне уживаемость россии и очень предпочитаем и среди туристов да то есть в принципе вариант если вы тем более на дистанционке можете работать зарабатывать бизнес через интернет вариант идеальный а кто любит скажем так кто хочет уехать подальше на край света да это новая зеландия новая зеландия возможно австралия два варианта достаточно прогрессивные и в то же время вы будете подальше от в том числе мирового конфликта до связано там арабо-израиль с арабо-израильской темы и связанные с российско-украинской темы и так далее и касаемо инвестиций смотрите сейчас рынке перегреты на данный момент это я говорю о акциях ново об акциях вот потому что рынок золота он всегда начинает подниматься как компенсирующий рынок акций да то есть когда у нас начинает рушиться фондовый рынок все бегут золото стандартное правило и принципе а тут вряд ли будет исключение вот глобальный кризис возможен возможно затянется года на 3 на 4 то есть три-четыре года будет чисто падение да то есть к этому тоже нужно быть готовым рынок в любом случае должен немножко очиститься от не совсем ликвидных компаний скажем так но учитывая финансовые учитывая политические нюансы до которые сейчас творятся скорее всего так оно и будет то есть военно-политические конфликты лягут на экономику экономика ляжет на фондовый рынок и соответственно лягут многие компании ну соответственно всегда у нас есть голубые фишки так называемые до крупные компании в которые всегда можно зайти как в тихую гавань криптовалюты здесь вопрос с одной стороны их очень хорошо пиарят именно как защитный актив типа золота альтернатива золото другой стороны ну потому что он в принципе независимо от фондового рынка абсолютно вот в плане производства и экономики вот это важно понимать то что тенденции могут совпадать да там все вышли из рынка акций соответственно потянулась криптовалюта вниз это понятно да там кролики испугались побежали и кролики и белочки все остальные да но в плане экономической составляющей блокчейн абсолютно никак не соотносится с акциями да может быть какие-то компании есть да может быть там есть какое-то производство и так далее да из-за чего выпускаются токены криптовалюты и так далее но это крайне редкий случай зачастую это все либо какие-то игры да либо платформы либо просто сам блокчейн как сама идея в любом случае это достаточно рискованный актив который как был так и остается на данный момент ровно потому что как бы у него есть и высокие способы заработка да и подняться можно очень быстро и спуститься тоже в ноль элементарно у меня опыт торгов плюсовой на протяжении нескольких лет как бы я поэтому уж имею наглость говорить вам стоит не стоит и так далее и тому подобное я не буду говорить конкретные тенденции не буду говорить конкретные шаги когда что где зачем как правильно делать сделку где стопы лостопы открывать и так далее это уже ваше дело это уже есть свои компании которые там вон у нас москва сити напичкана всякими компаниями инвестиционными где вы можете прийти и дрюкаться со всеми вот этими стоп лоссами и так далее я инвестор был свое время как бы успешный инвестор не жалею неплохо получилось так что еще хотел сказать значит строительство у нас сейчас на данный момент последние сводки по строительству у нас падение идет повтор с и повтор жилью то есть ценник на вторжилье начинает падать и ты ли с чем связано но во первых у нас большая проблема с коммунальными компаниями да то есть управляющей компании старых домов они не справляются с теми обязанностями которые есть из-за чего как бы сейчас очень сильно пользуются услугу услуги адвоката по жилищным услугу по жилищным вот этим вопросом то есть очень много идет судов когда разоряют управляющие компании садят вот этих управляющих руководителей этих компаний да и соответственно выигрывают все это и сделают свой дом нормально вот то же самое относится к фасадам то же самое относится к тротуарам до которые должны контролировать администрация города но исправлять сами управляющие компании вот в общем вторичное жилье на данный момент она не очень ликвидное поэтому его соответственно не выбирают для покупки в основном выбирают первичку поэтому на первичку сейчас ценник растет скажем так если вы готовы заморочиться с соседями поговорить да там привет давай познакомимся давай вместе там составим иск на нашу управляющую компанию я рекомендую в принципе вложиться во вторичное жилье первое почему во первых потому что это скорее всего будет хороший район это будет один из центральных районов города а это соответственно очень ликвидное место второе если даже этот дом будут сносить когда-либо его стоимость по кадастру будет гораздо выше новостроек это тоже нужно понимать то есть соответственно вам должны будет предоставить пока по кадастру такое жилье до равноценные стоимости тире 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 но вот в принципе и все а там дальше уже от вас зависит то есть будете ли вы его сдавать как вы будете ремонтировать на что вы способны ваш кошелек и так далее ваши ипотеки вот ну с банковским сектором здесь отдельный вопрос собственно говоря как то так вроде ничего не забыл если что дополню хорошего дня